Девушки отдыхают На километрах к юго-западу от Бухары находятся развалины Пайкенда, города, процветавшего в течение полутора тысяч лет и в XIII веке поглощенного песками козылком. Городище Пайкен возникло предположительно в конце IV века до н.э., первоначально представляя собой разрозненные поселения. Со временем Пайкенд преобразуется в стратегически важную крепость на западной границе Бухарского Согда, являясь хорошо укрепленным крайним форпостом. Пайкенд, находясь на перекресте трансевразийских коммуникаций Евразии, соединял не только великие империи Запада и Востока, но и древнейшие культуры Юга, Бактрию и Индию с кочевой степью, Кавказом, Причерноморьем и Восточной Европой. Городище Пайкенд получил мировую известность уже в эпоху раннего Средневековья, так как его жители занимались международной торговой деятельностью. О чем имеются упоминания в китайской хронике о рабских источниках. Пайкенд был независимым купеческим городом и славился своим богатством. Здесь процветала торговля шелком. Это был крупный город со множеством ремесленных мастерских, лавок и караван-сараев. Именно с расцветом Великого Шелкового Пути в VI-VII веках и бурным демографическим всплеском населения к первоначальной крепости поочередно пристраиваются Первый и Второй Шахристаны, и Пайкенд превращается в город. С приходом в VIII веке в Среднюю Азию арабов Пайкенд становится важным религиозным центром ислама. Центральное место в городе занимала квадратная цитадель площадью около одного гектара, в которой находились дворец правителя, храм и административные здания. На территории цитадели было выявлено двухчастное зороастрийское святилище с обводными коридорами, функционировавшее с последних веков до нашей эры и до прихода ислама. Весь город был окружен надежными крепостными стенами с башнями. В эпоху ислама в пригородной зоне отмечены керамический квартал, присутствие десятков рабатов, караван-сараев IX-XIII веков. Город продолжал свое существование вплоть до начала XIII века, пока река Заравшан не поменяла свое русло. Вода перестала доходить до Пайкенда, и вскоре жители были вынуждены навсегда покинуть свои жилища. Постепенно, поглощаемый песками пустыни Козылкум, город окончательно прекратил свое существование. Находясь под огромным слоем песка, городище Пайкенд на протяжении многих веков хранило следы своего былого могущества. КОНЕЦ